Привет, друзья! С вами я, Олег Зеликов, художник и автор этого канала. Есть три вещи в этом мире, на которые невозможно смотреть равнодушно. Это то, как течет вода, как горит огонь и, конечно же, наблюдение за тем, как работают другие. Специально для вас новый демонстрационный мастер-класс. Я пишу портрет красивой девушки и комментирую процесс. Кто-то из вас обучается живописи, эта информация будет полезной. Кому-то просто любопытно и интересно наблюдать за процессом. Итак, поехали! Кстати, если желаете заказать у меня портрет, либо позаниматься в моей студии живописи, переходите по ссылочкам, которые я оставлю в описании под этим видео. Мне заказали портрет знакомой красивой девушки ко дню рождения. И я сразу взялся за дело, не откладывая в долгий ящик, поскольку мероприятие не за горами. На фотографии у девушки срезаны ноги, мне пришлось их додумать. Я попросил свою знакомую попозировать, сделал набросок, сделал фоточки для того, чтобы поглядывать. Анатомические подробности, как ложится светотень. Даже если хорошо умеешь рисовать, но работаешь в реализме, нужно понимать, что из пальца можно высосать только палец. И где-то нужно подглядывать детальки, чтобы они были более убедительными, если их нет в натуре. Мне кажется, что ноги вписались достаточно органично. Когда дойдем до работы цветом, я думаю, это подтвердится. Ай да молодец! В плане красочек. Выбрал ограниченную палитру. Любую работу нужно начинать в ограниченной палитре, чтобы не запутаться, чтобы получить некоторую цельность. Из двух, трех, четырех красок можно выдавить очень много разных оттенков. Выглядеть это будет более благородно. Я взял охру, марс оранжевый прозрачный, королевскую голубую, немножко фиолетового кобальта, немного небесно-голубой, на всякий случай белилки. И, возможно, в процессе буду добавлять разнообразие в эти красочки. Но в целом и небо, и песок, которые предполагаются на заднем фоне, можно слепить из этих цветов. Моя задача сейчас раскрыть холст, уйти от белого холста. Я выполняю так называемый подмалевок. Это более жидкий слой, который, впитываясь в сухой холст, обеспечивает сцепление между сухим холстом и последующим более жирным письмом. Более пастозным, укрывистым, корпусным. Это все синонимы. Конечно, когда я пишу заказы, я отхожу, и порой существенно отхожу от классической учебной манеры письма, когда мы работаем от темного к светлому. Иногда удобнее сделать фон предварительно. Бывает так, что важно сделать небо и воду, например, поскольку они более чистого цвета, нежели земля или какие-то другие объекты. А учебные работы часто ведут целиком. Мазок на тело, мазок на фон, мазок на небо, так, чтобы была цельность. Также в портретах на заказ часто начинают с головы, с лица. Это помогает сосредоточиться на главном. Предполагается, что профессионал видит работу целиком, даже если ведет ее кусками, деталями. И таким образом проще демонстрировать работу в процессе клиенту. Мне нужно написать песок ала прима, то есть по-сырому, так, чтобы все нюансы, все кусочки вплавились органично друг в друга по-сырому. Максимально близко подхожу к телу, не боюсь на него наступать. Как бы ни казалось просто писать фон, на самом деле это огромный, важный пласт работы в картине. Итак, голова. Начинаем с самого темного места, с шапки волос. Убираем белила. Белила в тени – это яд. Умбра натуральная ленинградская. Марс оранжевый прозрачный. Со временем будем немного расцвечивать. Чем-то. Редактор субтитров А.Семкин и закладываем темные места на платье потихоньку. Волосы – это одно из важнейших украшений любой дамы. Относимся к ним с любовью. Нам важны не только волосинки, нам важен объем в волосах. Очень хорошая подмога в передаче объема – это академический рисунок. Друзья, кто из вас любит масляную живопись в качестве хобби, не пренебрегайте изучением простейших азов академического рисунка. Маленькие детальки я прописываю, облокотившись об муштабель. Палка, которая в моей руке, называется муштабель. На самом деле, конкретно эту палку я оторвал от пластикового веника. Вы можете делать то же самое. Это позволяет делать максимально точные мелкие детальки, не упираясь рукой в холст. Ведь часто приходится писать по-сырому. И можно что-нибудь размазать. Даже если вы пишете не по-сырому, мизинчик, которым вы облокачиваетесь об холстик, может быть грязным, и вы наследите. Глаза, нос, рот являются важнейшими деталями в портрете. Глаза, зеркало души. Поскольку девушка стоит против света, фактически всё её тело, и платье, и волосы написаны против света. Такое освещение называется контражур. Оно характерно тем, что не имеет разбелов внутри, все цвета насыщенные, и цвет передаётся в тени. В то время как при классическом освещении, боковом, либо фронтальном, в тенях мы разработки цвета не наблюдаем. А при классическом освещении, в основном мы ищем цвет в свету. А при освещении контражур против света, за неимением света, весь цвет открывается именно в тенях. Прозрачные, насыщенные цветные тени. И маленькие блики на краях. Первый слой в лице, в теле, да и везде, впрочем, будет более жидким. И, конечно же, необходимо подсушить его хотя бы сутки-двое, чтобы прописать более плотно некоторые участки. Кому-то, конечно, нравится жидкая манера. Старые мастера очень часто оставляли тени неразработанными. Они их писали акварельно-жидко и больше не трогали. Пастозно, корпусно формировали только светлые участки своих картин. В любом случае, светлые части мы пишем более плотно, более укрывисто, нежели теневые. В цветах мы используем белило, в тени нет или по минимуму. Также в тени цвет может быть сложнее, а в цвету он должен быть чище. В тени 2-3 краски без белил, в цвету 1-2 краски с белилами. Это правило, которое, конечно же, можно переступать, если знаете зачем или интуитивно чувствуете, что нужно нарушить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Руки, особенно кисти рук, по сложности мало уступают лицу. Проработать руки – это целая наука, фактически это второе лицо человека. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если вы только учитесь писать портреты, вам не нужна такая тщательная проработка. И в попытке создать фотореализм вам нужно писать много этюдов на количество, по принципу «количество в качество». Берите небольшие форматы, небольшие холстики, садите своих друзей и знакомых и пишите самой широкой кистью, которая у вас есть, просто этюды в попытке передать общее отношение. Тень, свет, тень, 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 в очень широкой манере, после чего можно будет взять формат побольше и пытаться все это детализировать. Опять же, очень неплохо порисовать натуру карандашом. А уж реалистичность – это вопрос железной попы, усидчивости, опыта, насмотренности. Кстати, помимо этюдов с натуры, очень полезно делать копии. Я знаю многих людей, которые были середнячками на учебе, но после копийной практики можно делать копии в музее, это, конечно, совсем замечательно, можно делать их с хороших репродукций. В любом случае, это бесценный опыт, когда вы своей рукой пытаетесь повторить то, что делал мастер, изучаете разные языки, выражения в живописи, разные манеры, техники. Конечно, с оригиналов копировать интереснее, но не так доступно. Можно чередовать. Копии с оригиналов, с копированием, с репродукцией. Насмотренность – это фактически часть вашего образования. Насмотренность – это часть вашего образования, как пассивная, так и активная. Пассивная насмотренность – это когда вы просто ходите в музеи, в мастерские художников, изучаете творчество других людей. Активная насмотренность – это когда вы копируете. «Копируй, наслаждайся», – говорил Чинина Чинини. Многие начинающие художники переживают о том, что копируя старых мастеров или современных, они потеряют свою манеру, потеряют свое лицо. Вообще не переживайте об этом. Ваша манера от вас никуда не уйдет. Даже если у вас ее нет, все равно вы пишете в своей манере, у вас все равно есть почерк. Так же, как в каллиграфии. Ну и потом. Кроме копирования, нужно создавать что-то свое. Кто-то переживает о нарушении авторских прав. Смотрите, здесь есть существенная разница. Представьте себе, что вы любите. Здесь есть существенная разница. Возьмем такой пример. Вы любите петь в душе. Если вы поете в душе какого-нибудь известного исполнителя, песни какого-нибудь известного исполнителя, это не есть нарушение авторских прав. Если вы учитесь в музыкальной школе и играете Иоганна Себастьяна Баха, это не есть нарушение авторских прав. Потому что вы делаете это в первом случае просто для себя, для души, во втором случае для учебы. А вот если вы возьмете произведение живого автора или автора, права которого кому-то принадлежат и пойдете с этим на рынок, грубо говоря, на современный художественный рынок и будете это выдавать за свое, либо продавать без спроса, вот в таком случае это нарушение авторских прав. Поэтому, когда я рекомендую копировать, конечно же, я предлагаю делать это в обучающих целях. И вот я пишу те самые ножки, которые мне пришлось приделать этой девушке. Я вот повесил слева референс, и вы видите, что там видны только кусочки ног до колен. В голени это уже моя отсепятина. Как вы заметили, более детально я прорабатываю ноги и руки в области суставов. Коленки, голеностоп, пяточка. Всегда работая с анатомией, мы больше прорабатываем суставчики, нежели промежуточные части. Фоточка ног другой девушки. Как вписывать чужие части тела в конкретные портреты? Так делали художники всех времен и народов. Зная анатомию, все равно важно смотреть, как это выглядит в натуре. Но стилистически нужно вписывать части тела в существующий контекст. Даже очень похожие люди немного разнятся, поэтому важно прочувствовать, важно прочувствовать, как вписать чужие ноги или руки, или другие части тела туда, куда нам нужно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну и так возьмемся за платье Субтитры создавал DimaTorzok 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 Крупный план Субтитры создавал DimaTorzok Светлые части и детальки на платье бисер или какие-то шарики, украшения. Не забудьте поддержать это видео лайком и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить ничего важного. Как вы заметили, в ход пошли тонкие кисти. Раньше я использовал колонок и очень долго выпендривал с этим колонком, но со временем я пришел к выводу, что мне больше нравится современная синтетика в качестве маленьких кистей. Проработка деталей, креснички. Широкие поверхности я, как правило, работаю плоскими кистями. Иногда использую овальные кисти с овальным срезом, но чаще всего это просто плоские кисти. Синтетические, если небольшой размер, либо нужно писать что-то нежное. И щетинные кисти, если нужно забрасывать большие объемы, раскрывать большие отношения, делать какие-то грубые текстурные мазки. Работа с лицом и детальками это двоечка синтетика острая, единичка синтетика острая. Первый слой уже немного схватился, подсох, впитался в холстик и меньше размазывается. Есть возможность проработать какие-то более мелкие детали. Без хотя бы небольшой промежуточной просушки после подмалевки достаточно некомфортно рисовать детали, писать по сырому. И снова используем муштабель. Палка, о которой я опираюсь. Мелкие волосики. Нельзя начинать с деталей, но невозможно без них закончить. Вначале мне важна была шапка волос, большие отношения. Маленькие волосы в начале работы, конечно, мешали бы вести процесс. Теперь самое время. Некоторые из них выглядят темно, некоторые из них выглядят светло. Хочуточку. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И также мелочи в самой прическе Вылизываем прическу от души, каждый мазок с любовью Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Конечно же после этой стадии я еще заблюрил Общим тоном лицо и тело, сделав их цельней Эта стадия, к сожалению, не вошла в видео Поскольку меня поджимали сроки, но вот такой результат Я вам покажу просто на фоточке Красота! Хотите портрет моих кистей, либо поучиться у меня в моей студии? Переходите по ссылочкам, которые я оставил в описании под этим видео Всем спасибо за внимание!